Как не пропустить последний стук? Детство нужно защищать! В университете наградили лучших! Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Софья Чугунова. В культурно-спортивном комплексе Уникс прошла вторая серия научно-популярного проекта Геофест. Тематический проект Казанского университета посвящен географии, экологии и окружающему миру. В течение всего вечера работали интерактивные площадки зрители смогли увидеть опыты и эксперименты, принять участие в конкурсах, викторинах и мастер-классах. Часть из них прошла в холле, а часть на улице, на площадке перед Униксом. О том, как прошло мероприятие, расскажем в одном из наших следующих выпусков. В Доме правительства Республики Татарстан прошло расширенное заседание Республиканского координационного совета при РАИСе Республики Татарстан по взаимодействию с общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение первых». В мероприятии принял участие ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин. Основной темой обсуждения стал вопрос, касающийся реализации в Республике государственной концепции информационной безопасности детей и стратегии их комплексной безопасности на период до 2030 года. В Татарстане традиционно уделяется большое внимание вопросам защиты детства, а поддержка молодежи является одним стратегических направлений развития. В Гранд-отеле «Казань» прошел Поволжский кардиологический форум. Куда лучшие врачи Республики приехали, чтобы поделиться опытом в лечении сердечно-сосудистых заболеваний? О том, как прошла встреча и какие проблемы сейчас стоят выше всех остальных, расскажем в следующем сюжете. В Гранд-отеле «Казань» прошел ежегодный Поволжский кардиологический форум, где ученые и практикующие врачи обсуждают вопросы, которые напрямую связаны с жизнью каждого человека. Ишемическая болезнь сердца, закупорка сосудов и многие другие актуальные на сегодняшний день проблемы стали основной темой для обсуждения. Участники форума смогли выступить с докладами, получить конструктивную критику и задать вопросы, которые помогут им совершенствовать свои навыки и умения. У нас сегодня происходит традиционное мероприятие. Мы ежегодно собираемся на конференцию, мы называем его Поволжский кардиологический форум. Это мероприятие создается усилиями медико-санитарной части Казанского федерального университета. Мы стараемся пригласить ведущих специалистов нашего города, нашей республики и России, не только кардиологов. У нас присутствует сарай смешных профессий и дисциплин. Который освещает наиболее актуальные вопросы кардиологических заболеваний сердечно-сосудистой патологии. По статистике, ишемической болезнью сердца страдает около 5,5 населения России. Однако при этом ишемическая болезнь сердца остается основной причиной смертности и инвалидизации населения. Во всем мире на долю смерти от патологии сердечно-сосудистой системы приходится треть диагностированных случаев. Именно поэтому специалисты в области сердечных заболеваний уверены, что подобного рода форумы смогут улучшить качество оказываемых медицинских услуг и снизить эти показатели до минимума. Сегодня будем обсуждать ишемическую болезнь сердца, мы будем обсуждать артериальную гипертонию, нарушение обмена холестерина, сердечную недостаточность. Мы будем обсуждать наиболее актуальные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний. Основной целью форума является обсуждение результатов клинических исследований и рекомендации российского кардиологического общества, европейского общества кардиологов. Кроме того, это отличная возможность для специалистов познакомиться с современными подходами ведения пациентов сердечно-сосудистой патологии и разобрать клинические случаи сердечно-сосудистых заболеваний. Елизавета Газизянова, Фарид Захитаглы, Универньюз. В Казанском федеральном университете прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса на лучшую научную работу студентов Казанского университета в 2023 году. Подробности далее в сюжете. В императорском зале Казанского федерального университета прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса на лучшую научную работу студентов Казанского университета в 2023 году. И ваш опыт участия здесь бесценен, поскольку вы приобретаете бесценные навыки представления своих научных результатов, участия в работе научных групп, работу с руководителем. Конкурс проводился по трем направлениям. Естественно, научному, инженерно-техническому и социогуманитарному. Члены жюри оценивали не только научные результаты работы, но и ораторские способности участников. Важно было ясно рассказать о своем исследовании. Оценивали также и грамматический уровень работы, качество оформления, презентабельность и степень владения материалом. В этом году было действительно комиссии сложно, потому что на заочном этапе было представлено 92 работы. Это очень много. Из разных институтов и филиалы участвовали. То есть направления совершенно разные. И юриспруденция, и филология, и журналистика, и дизайн. Даже математики и физики в этом году подали на социогуманитарное направление. Что, конечно, радует. Такой междисциплинарный характер был. Надо сказать, что в этом году среди экспертов у нас сложилось такое мнение, что нам становится работать все тяжелее и тяжелее. И связано это с тем, что уровень работы постоянно возрастает. Поэтому выбрать лучших становится довольно сложно. Это на самом деле хорошо, но это усложняет работу нам. Но мы готовы стараться преодолевать эти трудности для того, чтобы выявить наилучших студентов, поощрить их, ну и, скажем так, продолжить развивать их тягу к науке. После приветственных слов началась церемония награждения. Ребят награждали в направлениях, в которых участники реализовывали свои проекты. Мы занимаемся иммунотерапией рака. Это такой особый подход, когда организм сам лечит рак за счет иммунных клеток, которые у него есть. Мы эту работу выполняли совместно коллективом студентов. И мы производили все основные манипуляции на базе лаборатории университетской. И мы смогли культивировать такие клетки, которые уничтожали рак. Моя работа основывается на изучении пространственно-временной структуры среды распространения сигнала, которая позволяет оптимизировать параметры систем связи и тем самым улучшив их характеристики. Мой проект посвящен актуальной тематике изучения визуальных изображений в Средневековье. Достаточно интересное название «Эволюция образа зла в визуальной культуре западного Средневековья». Направлен он прежде всего на то, как у нас менялся образ зла, начиная с античности раннего Средневековья и в классическом Средневековье. И прежде всего направлен на то, чтобы повысить актуальность именно этой проблематики современности, когда изображение действительно является важной частью нашей жизни. Далее состоялось награждение по номинациям, где выявили лучшие проекты. Как отмечают сами ребята, данный конкурс помогает не только развить свой навык в разработке научных исследований, но и обменяться опытом с другими конкурсантами. В рамках своего исследовательского проекта я исследовал процесс формирования в целом во внешней политике Российской империи этого периода, также внешнюю политику Франции и в целом Европейского континента. То есть моя работа посвящена внешней политике на Европейском континенте в данный период. Тема мы обсуждали про такое явление, как мономиф. Это термин, применяемый преимущественно к кино, когда персонаж проходит определенную арку становления. Мы наложили этот мономиф на игры и разобрали самые популярные из них. Поэтому, что может быть лучше, чем поиграть в игру, почитать хорошую книгу, изучить и разобрать игру и книгу по сценариям и затем про это написать. Поэтому могу только порадоваться, что стою здесь сейчас. Проект направлен на исследование рынка недвижимости в различных регионах и применение инструментов регрессионного анализа для поиска неких закономерностей между какими-либо экономическими факторами региона и в один устрою – жильем. В завершении торжественной части наградили финалистов конкурса. Всем участникам вручили грамоты и благодарственные письма. Отметим, что в конкурсе приняли участие студенты из разных институтов и направлений. Ребята подготовили исследования на базе своих дипломных работ и исходя из интересов. Ведь наука – это всегда что-то новое и интересное. 1 июня в России повсеместно праздновали Международный день защиты детей. Казанский федеральный университет не стал исключением. О мероприятиях, проведенных в честь будущего нашей страны детей, далее в сюжете. Международный день защиты детей проводится для привлечения внимания взрослых к проблемам, с которыми сталкиваются дети всей планеты. В этот день с 1950 года проводятся праздничные мероприятия. В стенах Казанского университета эта традиция продолжается из года в год. Так, в музеях высшего учебного заведения прошел экскурсионный тур для детей сотрудников и преподавателей университета. В рамках программы, к примеру, они смогли посетить ботанический сад главного здания КФУ. Гости узнали об истории его создания. Помимо этого, они стали участниками мастер-класса. Также в одном из музеев прошла экскурсия для юных геологов. Ребятам показали минералы и другие полезные ископаемые, с которыми можно столкнуться в Республике Татарстан. Самые маленькие гости смогли попробовать различные металлы на ощупь, а также понаблюдать за химическими реакциями. Как отмечают сами ребята, проведение таких мероприятий в стенах ВОЗа помогает с ранних лет заинтересоваться наукой. Каждый год мы стараемся подготовить мероприятия, которые были интересны детям разного возраста и стараемся приглашать вместе с родителями. Потому что, когда это такое семейное путешествие, это общие впечатления, они к нам, как правило, приходят на разные наши мероприятия. Мы всегда их ждем и всегда им рады. Мне очень понравилось. Все красочно, ярко. Все породы очень красивые. Хорошо экскурсовод очень рассказывает. Мне так интересно вообще. Завораживает. В Международный день защиты детей на площадке инжинирингового центра КФУ также прошло праздничное мероприятие для детей сотрудников и преподавателей института. Была организована увлекательная программа, которая включала анимационный блок, интересные конкурсы, игры и танцы. Не обошлось и без художественного стрит-арта и мыльных пузырей, которые в равной степени радовали как детей, так и взрослых. Первый июня – День защиты детей. И каждый год администрация университета, института и профсоюз сотрудников и студентов. Мы организуем этот праздник для детей сотрудников. И это очень здорово на самом деле. В первый день лета – каникул. Собраться всем вместе и отметить этот замечательный праздник. В первый день лета Елабужский институт КФУ наполнился детским смехом, атмосферой веселья и радостью от наступления долгожданных каникул. На университетской площади был организован большой семейный праздник, который одновременно стал завершением очередного учебного года в детском университете и началом смены в интеллектуально-оздоровительном лагере «Интеллета». Ребята смогли поиграть в игры, пообщаться с персонажами любимых мультфильмов и даже загадать свое самое заветное желание. Смена интеллектуально-оздоровительного лагеря «Интеллета» продолжится до 21 июня. Ребят ждет обширная творческая, спортивная и образовательная программа. Было очень красиво и интересно. Мне понравилось в прошлом году, и я решил в этом году тоже пойти в лагерь. Это очень весело, очень лично. И я хочу еще побывать на следующее лето. Здесь очень много музыки и очень много толпы людей. Дети – будущее страны. Они, как никто, нуждаются в защите и поддержке взрослых. Каждого из нас. На этом все. В студии была Софья Чугунова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!